МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. КПРФ подала в Центр-изверком списки кандидатов депутата Государственной Думы 7-го созыва. Выборы – это не просто бюрократия, оформление документов. Это, прежде всего, представительная, профессиональная, грамотная команда, способная донести свои идеи до избирателя и способная выполнить все наказы избирателя. Гектар вам в помощь. На Дальнем Востоке бесплатно раздают землю. Поможет ли это развитию сельского хозяйства? Здесь каждому заявителю будет предоставляться по одному гектару. Этого явно недостаточно для более-менее успешного использования в коммерческих целях. России много не бывает. Нужен ли нам Дальний Восток? В нашей студии председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции регионального развития Юрий Крупнов. Бери, Боже, и вы, Китай, что нам не гоже этот Дальний Восток. Мы раздаем эти гектары никому не нужные. Вы берите что угодно. И вообще жизнь удалась. Заложницы ЖКХ. В Саратове две пенсионерки не могут выйти из своей квартиры из-за обрушившейся лестницы. Вот с 28 числа я не могу никуда не выйти. Не могу не купить. Ничего себе. Безвыходная ситуация в прямом смысле слова. В Саратове две пенсионерки не могут выйти из своей квартиры. Лестница, ведущая вниз, обрушилась. Ветеран труда Лариса Макарова и ее 87-летняя мать почти две недели находятся в ловушке. Прогнившая лестница, ведущая к их квартире, рухнула окончательно. И женщины теперь не могут выйти на улицу. Если когда на флот был, я еще ходила. Вот тут по краю, вот ходила. А когда вот это упало, уже тут, вот уже и все не наступлю. Лариса Васильевна еще до случившегося обращалась в районную администрацию, прокуратуру и напрямую линию губернатора. Просила починить лестницу. Результата никакого. А теперь она не может даже купить продукты питания и лекарства для больной матери. Все это ей приносят родственники и передают на веревки, как заключенной. Вот с 28 числа я не могу никуда не выйти. Не могу не купить. Ничего себе. Вот хорошо, вот так вот. Вот то сестра пришла, принесла. Оно ей тоже тяжело, ей 60 лет по этой лестнице подниматься. Вот ребята вот пришли, принесли. Вот так вот и тянула. Мы будем следить за развитием этой истории. Пока к другим темам. Руководители Коммунистической партии Российской Федерации сдали в Центральную избирательную комиссию списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 7-го созыва. Во время процедуры подачи списков Геннадий Зюганов напомнил присутствующим, что именно в этот день, 7 июля в 1992 году, состоялось заседание Конституционного суда по иску КПРФ. На заседание решалась судьба Компартии после ее неправомерного запрета первым президентом России Борисом Ельциным. Мы почти 7 месяцев были в суде и доказали право граждан иметь партию, которая выражает интересы трудящихся, борется за справедливость в основе идеологии, которой лежит прежде всего дружба народов и высокие социальные гарантии всем, кто работает на державу. КПРФ принимала участие во всех выборных кампаниях последних 23 лет. Геннадий Зюганов представил обновленный состав команды, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы 7-го созыва. Если посмотреть на состав, он отличается прежде всего тем, что это широкий блок коммунистов, беспартийных и просто талантливых и очень уважаемых людей. В наши структуры входят 37 крупных организаций, профсоюзные, женские, трудовые, творческие организации. Это вы увидите прежде всего в списке, начиная с его головки. В списке поданном КПРФ присутствуют не только опытные депутаты и политики, но и авторитетные и известные люди нашей страны. Нобелевский лауреат Джарес Алферов, экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая и писатель Сергей Шаргунов. В поддержку КПРФ также выступили писатели Захар Прилепин и Михаил Задорнов. Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы состоятся 18 сентября этого года. Президент России Владимир Путин подписал так называемый пакет Яровой. Антитеррористические поправки дополняют Уголовный кодекс статьей «Несообщение о преступлении». Ужесточается ответственность за призывы к террористической деятельности в интернете. Также поправки обязывают операторов сотовой связи хранить данные о разговорах клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам. Отметим, что пакет Яровой стал объектом общественной критики. Многие специалисты и политики считают, что новые поправки ущемляют права россиян и могут быть использованы против оппозиционно настроенных граждан. Коротко о других новостях в стране. Руководители Мегафона и МТС предложили ввести налог на связь для соблюдения принятого пакета Яровой. Операторы рассчитывают, что на эти деньги государство само создаст хранилище для данных пользователей. Ранее провайдеры оценили дополнительные расходы на выполнение требований антитеррористического пакета более чем в 2 трлн рублей и предупредили о возможном росте тарифов на связь. Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества импортной продукции. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, доля некачественной отечественной продукции остается примерно на одном и том же уровне. По мнению экспертов, в условиях кризиса россияне все чаще стали покупать некачественные и дешевые товары. На предприятии АвтоВАЗ введена новая должность вице-президент по оперативному антикризисному управлению. Это сделано с целью финансового оздоровления предприятия. Как сообщалось ранее, АвтоВАЗ по итогам первого полугодия снизил объемы производства на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным опроса, проведенного в ЦИОМ, 70% россиян считают, что качество образования школьников ухудшилось после введения единого государственного экзамена. По мнению опрошенных, учащихся нацеливают только на прохождение тестов. Госэкзамен не учитывает индивидуальные особенности школьников. В этом уверены 68% граждан нашей страны. После запуска с Байконура первый космический корабль новой серии «Союз МС» отделился от третьей ступени ракеты-носителя, сообщает ТАСС. На Международную космическую станцию отправились россиянин Анатолий Иванишин, американка Кэтлин Рубенс и японец Такуя Ониси. Стыковка ожидается в субботу утром по московскому времени. В Ростовской области фермеры могут остаться без урожая. Дороги, по которым осуществлялась перевозка зерновых, были испорчены при строительстве газопровода «Южный поток». Подробнее Рустам Сабанчиев. Строительство газопровода окончено. Рабочие уже давно покинули Дубовский район, но глубокие ямы на дорогах так и остались. Теперь это головная боль фермеров. Скоро собирать урожай, а инфраструктура полностью разрушена. Техника, нагруженная зерном, никак не сможет добраться до элеватора. Я думаю, зерновоз вообще не проедет по этим колеям. Элементарно, мушкировец еще как-то проедет. А больше ничего здесь не проедет. Фермеры утверждают, что чтобы перевезти зерновые, необходима ровная дорога. Если не соблюдать это элементарное требование, высок риск просто рассыпать зерно. В этом году водителям зерновозов придется быть аккуратнее, чтобы урожай в надлежащем виде поступил на элеватор. Перевозки затянутся, а значит будут дополнительные расходы и себестоимость зерна в итоге вырастет. Да, такие дороги будут сильные потери, перевоз зерна, затраты сильные, технику будем бить, но убирать придется. Подрядчик, занимавшийся строительством газопровода, еще до начала работы обещал, что дорога будет приведена в порядок. Да и когда рабочие покинули район, компания от своих слов не отказывалась. Обещали привезти геодезистов, обследовать сумму ущерба и принять в ближайшем времени восстановительные работы. Но до настоящего времени этого ничего не совершено. По прогнозам фермеров, урожай в этом году будет хороший. Но сколько зерна благополучно доедет до элеватора, пока неизвестно. Рустам Сабанчеев, Красная линия. На заседании коллегии Министерства транспорта России выяснилось следующее. Из 50 тысяч километров трасс федерального значения лишь 10% отвечают современным стандартам по скорости, безопасности и качеству. Об этом заявил заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих. Он отметил, что дорожная инфраструктура в стране находится в плачевном состоянии. Другие страны, наращивая популярность перевоза к автотранспортам, обеспечили как существенный прирост своей сети, так и перепрофилирование структуры своих дорог. И это несмотря на то, что расходы из федерального бюджета на строительство и реконструкцию дорог ежегодно растут. Общий объем финансирования строительства федеральных трасс до 2020 года составляет около 2,5 трлн рублей. Иначе говоря, каждый километр обойдется в 50 млн рублей. Отметим, что больше половины всех автоперевозок в России осуществляется именно по федеральным трассам. Теперь, когда на Дальнем Востоке раздают землю, гражданам придется подумать, как же добираться до заветного гектара. По местным дорогам сделать это будет затруднительно. Смотрите далее в нашей программе. Гектар вам в помощь. На Дальнем Востоке бесплатно раздают землю. Поможет ли это развитию сельского хозяйства? России много не бывает. Нужен ли нам Дальний Восток? В нашей студии председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции регионального развития Юрий Крупнов. В России с 1 июня вступил в силу нашумевший закон о Дальневосточном гектаре. С февраля следующего года не только жители Дальнего Востока, но и все граждане страны смогут получить в безвозмездное пользование один гектар земли. По расчетам властей, столь щедрый подарок заманит народ в далекий, опустевший регион, что в будущем послужит его экономическому процветанию. Решит ли этот шаг к проблему развития Дальнего Востока? Разбирался наш корреспондент Георгий Кресенко. Берите и владейте. Получить в безвозмездное пользование земельный надел в 1 гектар отныне могут жители 9 муниципальных образований Дальневосточного федерального округа. И это еще не все. Спустя 5 лет эту землю можно будет оформить в собственность. При условии, что гектар использовался в соответствии с установленными законом условиями. На первый взгляд вот она. Новая почти столыпинская земельная реформа. Однако гладко все пока только на бумаге. Есть вопрос, что можно сделать на этом гектаре человеку без социальной инфраструктуры. И представьте минутку, в чистом поле. В чистом поле вот тебе гектар, приезжай, что такое гектар? Это 100 на 100. 100 в ширину метров, 100 метров в длину. Ну что, для какого-то сельхозпроизводца, ну может быть, несколько грядок посеять, будем говорить, там, посадить кустарников, посеять там, ну, гороху там, ну, что-то необходимое, там, морковь там, по мелочам, картошку посадить. Это еще можно. Весь вопрос, что делать дальше? Что делать дальше? Гектар может ли он спасти ситуацию? Конечно, само стремление остановить отток населения с Дальнего Востока и, наоборот, привлечь свежие силы для подъема сельского хозяйства и малого бизнеса – прекрасно. Только на практике вряд ли что получится. Нельзя развиваться без нормальных дорог, налаженной инфраструктуры и кредитов под щадящий процент. К сожалению, любое дело, которое мы начинаем на Дальнем Востоке, оно испытывает комплекс проблем. Это и отсутствие инвестиций, это и отсутствие кадрового потенциала, это и отсутствие долгих кредитов. На Дальнем Востоке много земель, но мало качественных, плодородных. И поэтому нужно не только принимать закон о Дальнем Восточном Гектаре, но и думать о освоении Дальнего Востока именно комплексно. Чиновники всех уровней говорят о развитии Дальнего Востока. Созданы профильные министерства, фонды, запущена правительственная программа. Но, к сожалению, о самих людях, живущих в регионе, похоже, забыли. И те продолжают бежать от нищеты и безработицы в более благополучный центр. И никакой гектар их не остановит. Ведь рассчитывать на серьезную выгоду от него просто смешно. Здесь каждому заявителю будет предоставляться по одному гектару. Этого явно недостаточно для более-менее успешного использования в коммерческих целях. Вот для примера. В 1991 году в Хабаровском крае, после того, как практически директивно распустили колхозы и совхозы, появилось 600 крестьянско-фермерских хозяйств, в которых было задействовано 150 тысяч семей. На сегодняшний день в Хабаровском крае значилось около 190 крестьянско-фермерских хозяйств, в которых работало 845 человек. Арендные наделы будут вдалеке от городов. До них надо еще доехать и отвоевать у тайги. И это только полдела. Чтобы получить от пресловутого гектара отдачу, придется брать кредит под высокие проценты. А затем вырастить урожай, собрать и сохранить его в непростых погодных условиях. А главное – продать. Без господдержки молодой фермер попросту прогорит. А ведь еще нужно как-то жить и кормить семью. Если кто-то и поедет на Дальний Восток из центральной полосы, скорее всего, это будут молодые люди, где-нибудь так в возрасте до 30, у которых еще не очень много имущества, которые не смогли реализовать себя здесь, в центральной полосе, и поедут на удачу, рассчитывая на то, что там, на Дальнем Востоке, судьба им улыбнется. Я не думаю, да не просто не думаю, я абсолютно уверен, что с центральной полосы работающие и стойкие хозяева на Дальний Восток не поедут. Ну, молодые люди поженились. Ну, благо, если у родителей есть возможность поддержать. Если у родителей, допустим, нет этой возможности, мы хотели бы остаться на Дальнем Востоке, в Приморском крае. Нас, допустим, увлекла идея взять земельный участок. Ну, приехали мы, молодые студенты, выпускники университета, ну, может быть, подъемные какие-то будут. А как обустроиться над этим? Конечно, для молодых заманчиво свой дом. А как дорога? А как телевизор посмотреть? Где электричество, где вода, помыться, бани и так далее, и так далее. То есть, эти вопросы надо решать комплексно. Как решали их в Советском Союзе, когда на Дальнем Востоке жизнь людей была достойной, благодаря северным надбавкам и прочим льготам. И специалисты с удовольствием ехали на самый край страны развивать производство и сельское хозяйство. И сегодня, если подойти к вопросу правильно, 147 миллионам гектаров свободных дальневосточных земель можно найти достойное применение. И нужно, потому что иначе эти земли мы можем потерять. На них давно засматриваются наши китайские соседи. Георгий Крысенко, Алексей Кочнев, Красная линия. Гость нашей программы – председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Здравствуйте. На Дальнем Востоке раздают по гектару земли. Как вы считаете, имеет ли эта практика право на жизнь? Насколько актуально это сегодня? На мой взгляд, это отвлечение от дела. Не только несерьезно, но в ситуации глубочайшего кризиса, не только в стране, а особенно на Дальнем Востоке, и этот кризис уже четверть века. Это распыление народного ресурса, вместо концентрации ресурсов, вместо инфраструктурных проектов. В общем, создается, я бы сказал, не только показушная, но и чрезвычайно вредная идеология, что вот каждый поодиночке поедет, заселит этот гектар, и там все наладится. Это означает, что государство, по сути, бросает население, раздает ему по дачке, один гектар на Дальнем Востоке, самые лучшие земли на самом юге, стоит максимум 25 тысяч рублей. То есть государство по 25 тысяч рублей раздает, но потом говорит, да, ребят, мы же вам все дали, гектар кому-то там 2 гектара, 3, да вы чего, вы должны уже там процветать, а вы что-то не процветаете пока? Ой, ну извините, ребята, мы вам все дали. Поэтому 25 тысяч рублей, это максимум, сейчас повторяю, а в среднем это 5-10 тысяч рублей. Это на самом деле вот эта цена гектара и цена всей этой абсолютно лживой, преступной, по сути, политики, потому что ничего полезного при этом мы для Дальнего Востока не делаем, как государство. Ну вот прошел месяц, как ввели вот эту практику, можно ли уже поговорить о каких-то результатах? Насколько люди заинтересованы, кто хочет этим заниматься? Понимаете, в чем дело, эта цифра ничего не показывает. Ну вот есть там, допустим, почти 100 тысяч уже активно посещающих, да, там несколько тысяч зарегистрировавших и так далее. Но эти цифры, они ни о чем. Потому что, когда проводился опрос, ну, естественно, по заказу правительства, да, в лице Минвостокразвития, то у нас чуть ли не 36% населения, а по отдельным пунктам еще и больше, они говорят, да, мы, конечно, завтра переедем на Дальний Восток. Ну, понимаете, выйдите на улицу, поговорите с людьми, люди за 100 километров от Москвы на гектар и на 5, они то, что не готовы, просто не переедут никогда, да, к сожалению. А здесь вот просто идет подтасовка, потому что большая есть разница. К тебе подходят на улицу и спрашивают, ты готов поднять Дальний Восток, взять гектар на природе с детишками? Ну, конечно, кто же против, по большому, и для страны, и для детишек. Но это не имеет никакого отношения к реалиям. Это все, знаете, ну, это очень, почему я сказал преступно, это очень дорого стоит. Вот в 58-м, 60-х годах в Китае в идеологии большого скачка была как раз идея, ну, в самом таком диком виде, что мы по выплавке стали догоним развитые страны за счет того, что в каждом деревенском доме поставим доминую печь, и каждый деревенский дом будет выплавлять чуть-чуть, ну, много же китайцев, и чуть-чуть стали, и так далее. В результате того, что это была колоссальная растрата ресурсов, народной энергии, и в целом абсолютно неверные действия, то, с одной стороны, чуть количество стали в формальном отношении поднялось, но это стоило китайцам, по разным оценкам, минимум 20 миллионов человеческих жизней от голода, от того, что люди бросили заниматься сельскохозяйством и так далее. Поэтому, я надеюсь, у нас, конечно, народ уже ушлый, все уже знает и понимает, у нас не будет такой катастрофы, но в целом это вот ни о чем. Эти 3 тысяч, ну и потом, в первый день буквально, мы знаем, завис сервер. То есть, какие были достаточно сладкие гектары, их быстро они куда-то делись, да, куда-то их разобрали. Потом вроде все наладили, но проблема в том, что это ничего не решает. Даже если хорошее место кому-то нужно поведется, это ничего не дает. Эти люди могли бы купить за эти 5, 10, 15 тысяч рублей этот гектар. То есть, суть не в этой раздаче. А как вы считаете, если мы сами не освоим эти земли, не найдутся ли те, кто их освоит? Найдутся, вы абсолютно правильно говорите. И вот раздача гектаров, хотя формально их не имеет права приобретать иностранцы, на первом этапе пока вообще только жители отдельных экспериментальных районов Дальнего Востока. Но, несмотря на все это, вот эти вот гектары, это и есть на самом деле сигнал тому же Китаю, прошу прощения, да, говорят, вы знаете, мы ничего серьезного не хотим делать с Дальним Востоком. По большому счету, ну вы должны понять, нам в Москве он тут не нужен, мы тут хорошо живем, в Белом доме и так далее, да. Поэтому, по большому счету, вот мы даем гектар и говорим, бери Боже, что не гоже, да. И вы тоже смотрите на эту землю нашу дальневосточную, да, ничего, что она пролита кровью русских, что великое завоевание, удивившее весь мир, потому что это колоссальные территории, Дальний Восточный Федеральный округ, треть всей территории Российской Федерации, да. Да нам наплевать, что наши отцы, деды, прадеды делали, и все. Бери, Боже, и вы, Китай, что нам не гоже, это Дальний Восток. Мы раздаем эти гектары никому не нужные, выберите что угодно, и вообще жизнь удалась. Вот в этом смысле, как раз, казалось бы, раздача гектаров, чтобы русские на них осеяли, там, и так далее, это верный путь к передаче Тихой Сапы, это их земель, Китаю и всем другим нашим геополитическим партнерам. Юрий Васильевич, спасибо большое, что пришли к нам, благодарю вас за беседу. Напоминаю, что гость нашей программы – председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Смотрите далее в программе «Тема дня». В Польше после саммита Североатлантического альянса разместят несколько тысяч солдат США и НАТО. Лондон призвал Евросоюз не смягчать санкции против России после выхода Великобритании из ЕС. Как сообщают российские СМИ, бывший сотрудник российской внешней разведки Александр Патеев, осужденный за госизмену, умер в США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не интересовались судьбой шпиона. Напомним, в июне 2011 года Александр Патеев, выдавший американцам российских разведчиков, был заочно приговорен к 25 годам заключения. Коротко о других новостях за рубежом. Несколько тысяч военнослужащих США и НАТО будут размещены в Польше. Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мочеревич. Речь идет о войсках, которые будут находиться на восточных границах государства. Как подчеркнул глава польского оборонного ведомства, они смогут отразить возможную атаку агрессора. Ответственность за утрату доверия между НАТО и Россией лежит на Москве. Об этом выступая в Бундестаге, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, решающим фактором для дальнейшего сотрудничества Альянса и России станет выполнение минских договоренностей. При этом она отметила, что НАТО делает ставку на продолжение диалога с Москвой. Действие экономических санкций против России должно быть продолжено, несмотря на выход Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Объединенного Королевства Филипп Хамонд. Он выразил опасения, что после Brexit ограничительные меры против России будут менее жесткими. Напомним, что ЕС в конце июня постановил продлить на полгода антироссийские санкции. Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры, сообщает ТАСС. Названия городов, улиц и городских объектов на Украине изменяют в связи с исполнением закона о запрете советской символики. Документ приписывает изменить все географические названия в стране, которые связаны с именами деятелей СССР. Чемпионат Европы по футболу подходит к концу. Несмотря на то, что сборная России покинула турнир еще на стадии группового этапа, есть болельщики, которые все равно верят в наших до конца. Об этом свидетельствует исследование Левада-центра. Согласно результатам опросов, 1% граждан нашей страны назвал в качестве будущего чемпиона Евро-2016 российскую команду. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова